То есть нужно все-таки сейчас вывести на первый план не героя, а комедий-клаба. Такого фигляра, который смеется над всем подряд и ради чего вообще непонятно. Только ради того, чтобы бабки лично зарабатывать. То есть для своей славы и так далее. Это все вот эти вот эгоистические принципы. А нужно вывести героя, действительно, того, который бы приносил очень много пользы. Сам, лично. Вот какая польза от комедий-клаба, например, или от дома 2. Какая польза, вред один. То есть людей просто вообще разлагают в дребезги. То есть все самое тупое и низменное, что в них есть, оно вот туда вот сидите и смотрите. Вот это. В противовес, но эта эпоха, я думаю, будет уходить. Ей уже не жить тут, ну так, вольготно. Потому что люди меняются. Я верю в это. И, конечно, общими усилиями, то, что вы задумываете, я считаю, что это здорово. Вопрос в том, каким образом это сделать. То, что надо героя этого показать. То есть, как раньше, идущий с книгой молодой человек, идущий в институт, изучать сапрамат, чтобы построить мост правильно, чтобы он долго там стоял. Или космические корабли рассчитать так, чтобы он не развалился в воздухе и так далее. Потому что это нужно для страны, для народа. То сейчас нужно этого героя действительно найти. Может, это не только человек труда. Это в разных, может быть, ипостасях. Это может быть человек искусства. Который, так сказать, показывает всему миру, что русские такие ого-го, серьезные ребята. Например, пианисты хорошие. Это ведь тоже важно. Но просто вот незадолго до Майдана, я еще жил в Киеве, и у меня была беседа с одним из очень приближенных к власти людей. Не просто приближенных, а из власти, скажем, из бывшей, да? Вот. И они мне рассказывали, что они сделали какие-то там полезные вещи. Поставили какие-то очистные сооружения на каком-то заводе. Теперь в городе стал чище воздух. На Азовстале там, по-моему. Потом что-то еще сделали. Там сделали несколько детских садиков, несколько детских домов. Тут сделали какой-то перинатальный центр. Где можно с пятимесячного возраста выхаживать вот этих вот детишек, которые там с проблемами родились и так далее. Я говорю, ух ты, как интересно. А я говорю, а почему я об этом ничего не знаю? А он говорит, а потому что средства массовой информации, это все нафиг не нужно. Они не работают на то, чтобы донести до людей какую-то правду или хорошие новости. Нет. Он мне тогда сказал, он говорит, сказал мне, вот если внучок зарубил топором бабушку, это классно, это новость. Это мы будем обсасывать, это круто. И таким образом все было средством массовой информации. Я сейчас говорю о средствах массовой информации Украины, но здесь не лучше, прямо скажем. Но я говорю, а почему так? А почему нельзя выйти с обращением к народу? Он говорит, а ты понимаешь, что средства массовой информации контролирует какой-то там Джон Пупкинс, который американец, посольство Соединенных Штатов и так далее. Это за года полтора до Майдана было, или год где-то. Я говорю, да ты что? Он говорит, да. Я просто, к сожалению, не запомнил фамилию, я бы сейчас мог бы вот эту фамилию назвать. И вот мне это говорил человек из власти. И говорит, что мы ничего не можем сделать. Потому что, ну, как бы, извините меня, с кем тягаться? С Америкой? Украине. С Америкой? Продолжение следует...